Привет, меня зовут Николай и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Джек Кенфилд с книгой «Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей». Джек Кенфилд – мотивационный спикер и писатель, начал свою карьеру еще в далеком 1967 году. Он был преподавателем в обычной чикагской школе и занимался этим 9 лет. За 9 лет наблюдения за детьми он накопил опыт, который вылился в его первую книгу «100 путей повышения самооценки в классе. Настольная книга для учителей и родителей». Этого ему показалось мало и через некоторое время он основывает тренинговую группу имени себя. В общем-то, тренинговая группа Кенфилда, которая базировалась в Санта-Барбаре. Отсюда у него начинается восхождение как мотивационного спикера. Следует отметить, что он внесен в книгу рекордов Гиннеса как автор одной из семи книг-бестселлеров в рейтинге New York Times за все время. Ему же принадлежит идея цикла эссе, про которую вы наверняка слышали. Это «Куриный бульон для души». Такая серия мотивационных историй, основанных на реальных событиях. И каждая книга включает из себя 101 рассказ или эссе. На сегодняшний день «Куриный бульон» – это целое субкультурное явление. У него насчитывается около 250 разных наименований для разных целевых аудиторий. Эти книги переведены на 43 языка. Они опубликованы более чем в 100 странах мира. Их писали очень многие. Ну, эссе в рамках этого цикла писали очень многие авторы. Но вот Джек был первым. И в 2007-м американский ежедневник USA Today назвал первую книгу серии «Куриный бульон для души» одной из пяти самых впечатляющих книг за последние 25 лет. Наряду с Гарри Поттером, наряду с романами Дэна Брауна. То есть, такой непростой дядечка. И вместе с ним, с этим неординарным персонажем, вместе с Джеком Кенфилдом, по старой доброй традиции, должно было прийти вкусное вино. Но нет, на дворе пост, некоторое время подкасты будут выходить без волшебного звука вина, соприкасающегося со стенками бокала. Поэтому, если вы вдруг по этой причине не подписывались, из-за того, что я все время в подкасте пью вино, то сейчас самое время обязательно подписаться, нажать на колокольчик, поставить палец вверх, а только потом продолжать слушать. Кстати, нужно отметить, что чай с лимоном никто не отменял, поэтому, как вы справедливо замечаете в комментариях, при чвякивании и привякивании в эти дни, пока у нас нет с вами вина меньше, не станет. О чем книга «Цельная жизнь» в паре предложений? Питаться фастфудом, бесцельно валяться перед телевизором, вымещать раздражение на любимых легче, чем, например, бегать в любую погоду, читать умную литературу и быть терпимым, избегать конфликтов. Почему? Потому что так проще, но это же и мешает исполнению настоящих желаний. У трудоголиков ситуация не лучшая, работа съедает все свободное время, а в результате нет ни здоровья, ни уверенности в будущем, ни банальных радостей жизни, и человек не может сказать, что он счастлив. Существует ли какой-нибудь способ вырваться из такого подвешенного состояния? Да, существует. Джек Энфилл говорит, что все, что вам нужно, это две вещи – целеполагание и сила привычек. Дальше вы автоматически превращаетесь в счастливого человека. Давайте попробуем разобраться в десяти фактах. Все начинается с привычки. По своей природе люди очень гибкие и могут менять свои устои, правила поведения и нормы, то есть перепрограммироваться в любой момент. Получается, например, чтобы стать финансово независимым, нужно просто выработать привычку, например, откладывать 10% своего дохода ежемесячно. Когда вы привыкнете так делать, вы начнете усердно работать над тем, чтобы это были не только 10%, но там они каждый месяц, например, увеличивались. Вы не разрешаете себе халтурить, вы следите за регулярностью и постоянством, и так формируется привычка бессознательная, вы просто не замечая этого, никак это не сказывается на ваших тратах, в общем, откладываете каждый месяц по 10% и постепенно становитесь богатыми. Вообще, если посмотреть на наш обычный день, разобрав его на события, то окажется, что он процентов на 60-70 состоит из привычек и циклично повторяющихся ритуалов. Ну, такой вот обычный день вы проснулись, полистали ленту в Фейсбуке или Инстаграме, поели, добрались на работу, выкурили там первую сигарету, обменялись парой слов с коллегой возле кофемата, позалипали опять же в ленту Фейсбука, сделали отчет, пообедали, посмеялись над новым мемчиком, подписались на канал какой-нибудь, может быть, хороший в Ютубе, приехали домой, поужинали, легли спать. И если приглядеться, то оказывается, что полезные привычки очень сильно уступают место привычкам комфортным. Почему так происходит? Потому что мы не задумываемся о гармоничном развитии, а мы задумываемся над тем, чтобы нам было комфортно. Вместе с тем, состоятельность человека, она же определяется не только его финансовым положением, в это понятие, как правило, входят такие базовые вещи, как здоровье, личная жизнь, уровень эрудированности, внутренняя красота человека, которая ничуть не должна уступать внешне. И если все эти навыки или качества, которыми вы хотите обладать, разбить на разные столбики и попросить вас сформулировать, какое количество привычек вы сформировали в себе, чтобы стать, например, эрудированным или спортивно подтянутым, то ответ, я думаю, вас сильно разочарует и удручит. Потому что тут речь идет как раз не о походах в спортзал через силу с попытками свернуть по дороге в ближайшую кафешку. Речь идет о том, что привычка должна приниматься как само собой разумеющаяся. Например, так же просто, как почистить зубы или так же просто, как заварить себе кофе и начать свой новый рабочий день. Мы очень плохо формируем привычки, которые делают нас гармоничными. В противовес этому мы очень хорошо привыкаем к тому, что делает нас комфортным. Например, выпить вечером пиво, и сидя на диване с какой-нибудь вкусной курочкой, это может стать привычкой очень быстро. В противовес тому, что некомфортная, но гармоничная привычка по вечерам проводить 20-30 минут на свежем воздухе с занятием йогой или медитацией или бегать. Не так это просто, но вместе с тем важно помнить, что за все приходится платить. И несмотря на неидеальность мироустройства, окружающая действительность, она же все-таки очень логична, если приглядеться. Вы тратите больше, чем зарабатываете, ожидаете банкротства. Не уделяете времени близким, не ждите появления полноценной гармоничной семьи. И получается, что если вы хотите быть счастливым в средней и долгосрочной перспективе, то нужно заниматься самосовершенствованием, а не жить ради сиюминутного удовольствия и стараться формировать привычки гармоничные, а не привычки комфортные. Формируйте привычки, которые помогают идти вам к цели, но помните при этом, что невозможно постоянно все контролировать. Нам свойственно пытаться контролировать все самостоятельно. С одной стороны, это иллюзия того, что мы управляем абсолютно всем, что нас окружает, но из-за этого же количество обязательств растет, а возможность их хорошо исполнять исчезает, и у вас сначала появляется чувство вины за то, что вы с чем-то не справились, потом пропадает желание чем-либо заниматься. И получается, что выход из этой ситуации только один, по мнению Джека Кенфилда. Вам нужно принять как факт, что все контролировать в жизни невозможно. Чтобы снизить нагрузку, по его мнению, достаточно, например, просто делегировать часть обязательств или найти себе ассистента, который избавит вас от повторяющейся рутины. Вообще, делегированию неспроста уделяется такое огромное количество времени в культуре делового управления в американском обществе. Это общество одно из самых высокодинамичных и высококонкурентных. И поэтому они умеют делегировать, делают это с удовольствием. Но важно понимать, чтобы в нашей славянской ментальности делегирование не превращалось в перекладывание ответственности. Вам нужно при этом помнить о важности конкретики. Пятый факт из книги. И он говорит о том, что конкретика важна по той причине, что вы должны максимально четко определить посыл, чтобы в будущем не возникало проблем с сдерживанием слова или с формулированием, выполнением той цели, которую вы себе поставили. Например, мы очень часто, когда планируем заняться спортом, говорим, я куплю абонемент и в свободное время буду ходить в зал. Или там с понедельника начну ходить в зал. Но непонятно, что произойдет дальше после того, как случится этот понедельник, и вы один раз, может быть, даже заставите себя сходить в зал. Это не конкретная цель. А чтобы действительно достичь результата, Джек Кенфилд, ну и это американская такая культура, они говорят, вы конкретизируете ее максимально. То есть, скажите себе, я буду бегать на дорожке в понедельник, четверг и субботу с 18 до 18.40, а потом полчаса еще заниматься на силовых тренажерах. Вот это вот будет понятная, конкретная, измеряемая цель. Но мы об этом еще поговорим сегодня, что такое цель по смарту. В общем-то, сейчас и поговорим. Потому что конкретная цель – это основа целеполагания. А целеполагание, оно и является таким сложным на начальном этапе для понимания, потому что никто не учит нас с детства правильно ставить цели. А между тем, вот базовая техника SMART, можете погуглить S-M-A-R-T, английские буквы, это конкретная, в общем аббревиатура, это первая буква от английских слов, конкретная, измеряемая, достижимая, значимая и ограниченная во времени. То вот если вы так формулируете цель, то это уже очень сильно приблизит вас к пониманию правильного целеполагания, при этом вам важно помнить о реалистичности. Хочу накопить миллион долларов за год – это крутая цель, она вроде бы чуть-чуть близко к конкретной, потому что есть сумма, есть ограниченный период, она наверняка для вас актуальная и очень значимая, но вряд ли она при этом является достижимой, то есть нереалистичной. Потому что, ну, скорее всего, там у вас зарплата будет в 20-25 тысяч рублей, и просто накопить миллион долларов вот так не получится. Достичь этой цели можно, но нужно поменять формулировку. И формулировка должна включать в себя как раз-таки параметр реалистичности. Поэтому вот параметр реалистичности отвечает за то, что не существует нереальных целей, а бывают только нереальные сроки их выполнения. Ну и формулируя себе любую цель, вы понимаете, что чем-то наверняка придется пожертвовать. Поэтому помните о последствиях. Учет последствий – это такая штука, которая как бы отвечает за уровень взаимопонимания вашего внутреннего и с людьми, которые вас окружают, особенно с людьми, с которыми вы там ведете какие-то дела. В общем, Джек говорит о том, что текущий уровень взаимопонимания с каким-либо из людей может уже ничего абсолютно не значить завтра. Никто не знает, как поведет себя партнер в определенных обстоятельствах. Поэтому для личной безопасности всегда прорабатывайте последствия, как в шахматах старайтесь думать на несколько ходов вперед. И если это возможно, оформляйте все волнующие пункты вас письменно. Это не имеется в виду, что оформляйте их письменно у нотариуса, но хотя бы для себя фиксируйте рамочно осознание того, как, куда, с какой скоростью вы идете с этим человеком, что будете делать, когда придете, а самое главное, что будете делать, если вдруг не дойдете. Потому что такие вещи очень важны в моменты кризиса, и этот совет особенно актуален тем, кто ведет бизнес в партнерстве. Вы тогда сможете достаточно четко сверять текущую вашу скорость движения и понимать, все ли вы делаете правильно, и если, не дай бог, что-то пойдет не так, у вас уже будет зафиксированное осознание того, что нет разных интерпретаций. Он думал по одному, а вы думали по другому, были какие-то зафиксированные договоренности, и поэтому... Но тут, кстати, надо помнить о том, что в учете последствий речь идет как о учете последствий ваших внутренних решений, то есть это применимо каким-то вашим внутренним диалогом и тому, как они отражаются на вас, так и это применимо к оценке действий людей, вас окружающих. При этом помните, что чем активнее вы себя ведете, тем чаще, просто по статистике, на вашем пути могут встречаться токсичные люди. Человек, для которого мир сплошной стресс, он токсичен, он недоволен постоянно, он везде видит негатив, он все время жалуется на жизнь. Это одна из самых распространенных когорт токсичных людей, но, в общем-то, общение с таким человеком делает вас опустошенным и раздражительным, поэтому проверяйте свое окружение на таких людей. Если найдете, то постарайтесь максимально ограничить с ним общение. Это был восьмой факт. Ну и два оставшихся, значит, во-первых, одна из основных привычек, которые вы должны выработать в себе уже сегодня и сейчас, это уверенность. Всегда заканчивайте дела вовремя, не избегайте сложных разговоров, старайтесь ограничивать конфликты. Это три основных шага, которые помогают выработать очень важную привычку, вера в собственные силы. Если вы уверены и уверенность у вас вошла в привычку, то все остальные вещи, которые вы себе планируете делать, будут выполняться как по маслу гораздо более легче, чем если бы вы эти вещи пытались выполнить, будучи неуверенными в себе, и при этом будьте благодарными. Всегда найдется человек, у которого в жизни сложилось еще ужаснее, и точно так же всегда найдется человек, у которого в жизни сложилось еще лучше, чем у вас, помните об этом, помните о том, что вы уникальны, не нужно сравнивать себя, как говорилось в одной из книг, не надо сравнивать себя с какими-то внешними людьми, с какими-то персонажами и пытаться понять, хороший вы или плохой, сравнивайте себя всегда с собой вчерашним. Если вы стали чуточку лучше, значит этот день был прожить не зря, а если вы стали чуточку хуже, значит у вас есть повод задуматься над тем, на самом ли деле ваша жизнь цельная, и все ли вы делаете хорошо и правильно. Такой была книга Джека Кенфилда «Цельная жизнь», «Быстрые 10 фактов» и теперь три задачи. Три задачи мы, как всегда, записываем в букнот. Букнот – это блокнот для осознанного чтения. Если ничего про него не слышали, то знайте, что он создан специально для того, чтобы из каждой книги вы могли выделить основные факты, 10 штучек, и потом на основе этих фактов сформировать три задачи. Мы вот как раз очень топим в «Читай быстро» за то, чтобы книга была максимально полезной, из нее нужно вынести три задачи. Это не пространные размышления, не какие-то понравившиеся цитаты или еще там что-то, это вы можете записывать факты, а вот как раз поставленные цели по смарту, измеряемые, конкретные, достижимые, и вот это вот все. Как только вы такие три задачи себе запишите и попробуйте из каждой книги, попробуйте их пойти воплотить в жизнь, вы увидите, что после 10 прочитанных книг, во-первых, у вас это войдет в привычку, а во-вторых, чтение литературы никогда, особенно нон-фикшн, никогда больше не будет таким, как прежде. Книги становятся в разы более полезными. Если вдруг букнота у вас нет, то вы можете записывать себе факты и задачи где угодно, в телефоне, в блокноте, в тетради, в любом другом блокноте, но обязательно записывайте, потому что это еще и мозгу сигнал о том, что информация обработана, усвоена и отложена из оперативной памяти в более долгий ящик. Так вот, основные три задачи, это значит все цели, которые действительно важны, должны ставиться только по смарту, конкретная, измеряемая, достижимая, значимая и ограниченная во времени цель. Второе, составить таблицу качеств и характеристик, которыми бы хотел соответствовать и разделить на две колонки, какие привычки для этого нужны и какие уже есть сейчас. Поплакать, погоревать и решить, что с этим делать дальше. Я думаю, что многие из вас, если вдруг составят таблицу с прикольными, по вашему мнению, качествами, которыми вы сейчас не обладаете, но хотели бы и попробуйте сформулировать, какие для этого нужны привычки, вы увидите, что у вас их категорически мало. Ну вот очень прикольный был пример в книге с эрудированностью, про то, что нужно и чтобы быть эрудированным, и там новую информацию познавать через книги и на курсы ходить, и там установить себе, возможно, какую-то аппликаху в телефон и вырабатывать привычку по 10 минут, 20 минут в день и уделять на то, чтобы изучать новые слова. И вот это все здорово и понятно вроде бы, ясно, как это делать, но мало кто из нас это будет делать системно, постоянно, ну просто потому, что это не комфортная привычка, а привычка развития. И третья задача, прочитать первую книгу «Куриного бульона для души». Я к своему стыду очень много о ней слышал, вернее, слышал я не к стыду, очень много слышал о этом цикле, но ничего абсолютно не читал, вот запланировал себе прочитать. Такими были 10 фактов, 3 задачи с книги «Цельная жизнь», это был проект «Читай быстро», буква.инфо, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще там в самом начале этого не сделали, обязательно на колокольчик, палец вверх, напишите комментарии, действительно ли вы согласны с тем, что привычки и целеполагания делают нашу жизнь цельной, а нас счастливыми, или может быть это все туфта, и вообще совершенно другое нас делает счастливыми, а что тогда? Если захотите проверить скорость чтения, буква.инфо.рапид, там можно проверить, вернее, прочитать текст, потом ответить на вопросы, система выдаст ваш коэффициент осмысленности, реальную скорость чтения, и мы даже дадим вам некоторые советы по тому, как развивать скорость чтения. Блокноты для осознанного чтения, рабочие тетради, обзоры всяческих книг, эмоциональный интеллект, мнемоника, тайм-менеджмент, вот это вот все у нас на блоге. Если вы такими софт-скиллами интересуетесь, то обязательно приходите, давайте дружить, вместе будем комментировать какие-то записи на блоге. Кстати, комментировать можно еще в инстаграме, буква.инфо, там мы периодически выкладываем фотки. Вчера вот только появилось изображение того, каким бы мог быть букнот. Случайно нашел в коробке старые букноты, прототипы, вернее, старые букноты. Он мог бы быть деревянный, мог бы быть железный. В общем, если вы любите визуальный контент, то обязательно подписывайтесь в инстаграм, посмотрите, чего мы там выкладываем. Спасибо, что провели эти 20 небольших минут с нами. Это был проект «Читай быстро». Читайте книги, слушайтесь маму. Увидимся на следующей неделе. Услышимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok